Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу, почему я не перейду, скорее всего, на другую платформу. Это всего лишь две причины, и на мой взгляд, они довольно-таки весомые. И касаются не только нынешнего поколения, но и следующего. То есть, скорее всего, не факт, что я куплю PlayStation 5. Данные причины не сделаны под какую-то определенную консоль. Они, в принципе, общие. Те, которые имеют PlayStation, вряд ли перейдут на Xbox, а те, которые имеют Xbox, вряд ли перейдут на PlayStation. И давайте все-таки начнем. Первая причина — это ваша библиотека игр. Если в этом поколении вы уже достаточно времени имеете ту или иную консоль, то, скорее всего, вы на нее накупили капец сколько много игр. Следовательно, если вы перейдете на консоль конкурента, то вся ваша библиотека игр, по сути, станет бессмысленной. Если же вы консоль продаете, то, в принципе, вы не сможете пользоваться этими играми. Лично я на Xbox купил более чем 100 игр. И просто так взять и купить потом PlayStation 5 я не смогу. Ибо мне нужна моя библиотека игр. Да, скорее всего, данная причина не зацепит людей, которые ни к чему не привязываются и всегда что-то меняют, покупают и тому подобное. К сожалению, а может быть и к счастью, я не такой. Мне очень дорог мой профиль и моя библиотека игр. Также большой факт того, что я не перейду на другую консоль, является обратно-совместимость. Уже 99% что на будущих консолях будет полная обратно-совместимость. Что все-таки повышает шанс, что ваша библиотека игр перенесется на следующую консоль. Тем более, зная свой опыт использования новой консоли, а именно на старте, новых игр будет не особо много, а вам будет захотеться во что-нибудь играть. И при помощи того, что у вас большая библиотека игр и при этом есть обратно-совместимость, для вас это будет только плюсом. Многие еще и подписку Ultimate на 3 года оформили, что также повысит ваш шанс не уйти на другую платформу. Если вы опять же купите другую консоль, то, по сути, вы купили все эти подписки зря. Если что, данные подписки по-любому будут действовать на следующем поколении консоли. Те, кто перейдут с Xbox на Xbox, то они ничего не потеряют. А еще у нового Xbox будет абсолютно полная обратно-совместимость, то позволит вам подключать старые контроллеры. То есть, по сути, перейдя опять же с Xbox на новый Xbox, вам не придется покупать второй геймпад. Потому что он у вас будет. Именно геймпад от Xbox One. Вторая же причина касается ваших друзей. Если же у вас все знакомые, все друзья остаются на Хуане или будут брать новый Xbox, они, скорее всего, останутся на Xbox, поскольку есть первая причина. Вряд ли вы купите разные консоли, поскольку вы все равно будете хотеть играть вместе. Да, есть люди, которые, опять же, ни к чему не привязываются. И покупают себе только то, что они хотят, несмотря ни на кого. Но сейчас компании делают все возможное, чтобы удержать потребителей. А также просто повысить лояльность старых и привести еще новых. И, в принципе, перейти на другую консоль уже будет достаточно сложно. Ну и третья причина. Да, я говорил, что их всего лишь две. Но для тех, кто смотрит мои ролики до конца, я добавил третью. Как бонус. Третья причина это все-таки эксклюзивные франшизы. Франшизы, которые вы не поиграете на другую консоли. Ну, так, для уточнения. Если вам вдруг нравится серия Forza, то вряд ли вы потом купите PlayStation, поскольку на новый Xbox по-любому выйдет следующая часть Forza. И уверен на 100%, что нам на старте новых консолей покажут такие игры, от которых мы просто офигеем. Такие игры будут как у Xbox, так и у PlayStation. И, скорее всего, и те, и те используют воскрешение старых знаменитых франшиз. Вот по-любому у Xbox будет какой-нибудь Rise, Fable или Quantum Break. Потому что это все-таки новые консоли, и они, прежде всего, ориентированы на игры. И, по сути, игры будут играть ключевую роль в вашем выборе. Но, опять же, это были мои лишь мысли и мои рассуждения. И, если это все схоже с вашим мнением, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. И большое вам спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!